Нам пришло более трех тысяч писем, из них редакция во главе с Андреем Малаховым выбрала счастливец, который спустя полгода готова рассказать о своих преображениях. Стала моложе на 15 лет Виктория Мирошкина, 48 лет, город Подольск, подтяжка лица от клиники Ольги Мороз в трогательном письме Вика рассказала про долгожданную и единственную дочку. Я родила в 41 год. Бывали случаи, когда в детском саду ей говорили, за тобой бабушка пришла. Конечно, пытаюсь перевести все в шутку, но малышка сильно переживает. Ради улыбки наследница наша читательница была готова на все. Мы привели Вику в одну из лучших клиник столицы, где врач-косметолог Ольга Мороз с помощью безоперационных методик осуществила ее мечту. Самой трудной стала работа с овалом лица. У Виктории был поплывший овал лица продолжая только во время каждой процедуры мы сокращали подкожно-жировую клетчатку. После нескольких сеансов начала возвращаться правильная форма. Когда довольная читательница прислала нам фото, мы поняли, результат действительно ошеломляющий. Виктория помолодела, разгладились морщинки, ушел подбородок, поднялись уголки губ. С новым носом. Альбина Богатырева, 29 лет. Город Казань, Ринопластика. В Соухоу клиник Альбина призналась, что всю жизнь стесняется фотографироваться в профиль. Нос у меня как у орла. В детстве так и дразнили. Делилась читательница в письме. А когда улыбаюсь, то становлюсь похожа на бабку Ешку. Хочу, чтобы у меня наконец появился любимый молодой человек, готова к переменам. Про Ринопластику читала в интернете. Представляла себя с новым носом без горбинки, кончика, уходящего вниз. Врач мне как-то даже сказал, что нужно выпрямлять перегородку, потому что дыхание нарушено. Операцию по изменению формы носа девушки сделали в июле. Когда Богатырева вернулась в Казань, она поспешила связаться с медицинским специалистом. Я написала врачу Ирине Вячеславовне о том, что все хорошо. В сентябре приеду на запланированный прием. В течение полугода нос еще будет видоизменяться. Но уже сейчас чувствую себя гораздо увереннее. Не стесняюсь профиля. Всем довольна. Как я рада, что вы, волшебники, есть на свете, говорит Альбина. Грудь вперед. Наталья Стицик. 40 лет. Город Москва. Увеличение груди от доктора наук профессора Светланы Гагарина из клиники израильской эстетической медицины Сэлайн. Для Натали конкурс стал практически последней надеждой. В прошлом спортсменка, сейчас домохозяйка, замужем, воспитывает двоих малышей. Но она давно стесняется своей груди. А так хочется выглядеть сексуально. Ловить на себе восхищенный взгляд супруга. Весь бюджет семьи, понятно, уходит на детей. Поэтому победа в конкурсе стала для меня настоящим подарком. Операцию читательница провела доктор наук профессор Светлана Гагарина из клиники израильской эстетической медицины Сэлайн, один из лучших хирургов столицы. В клинике все пациенты с порога чувствуют себя как дома. На первой консультации Светлана расспросила нашу читательницу о ритме жизни, взглядах, предупредила обо всех возможных последствиях. Два месяца после хирургического вмешательства читательница ходила в специальном белье. Сейчас грудь Натали близка к идеалу. Однако в середине октября состоится еще одна запланированная операция, чтобы довести все до совершенства.